добрый день дорогие подписчики канала жизнь на воде сегодня я приехал в их клуб sky river поговорить с олегом о его лодке for wins 258 но интересно другое как мы с олегом познакомились это я думаю мы чуть попозже расскажем с ним вместе а пока вот там вот пока вот там вот идет помывка катера подготовка к спуску его подняли чтобы помыть специально для вас почистить чтобы все было красиво сейчас его сбросим и будем уже с олегом разговаривать что и как так дорогие друзья ну что мы на воде вы видели как мы лодку сбросили хочу вас познакомить теперь с олегом привет спасибо пригласил ну и сейчас расскажем вам историю нашего замечательного знакомства наверное я начну олег потом уже может от себя что-то добавит ко мне в яхт-клуб приехали ребята юля с андреем на своей волне ребят вам привет и попросили меня встретиться с олегом и забрать у него винт для их замечательного мотора двухсотки вот мы с олегом и тогда еще и не встретились по телефону пообщались где находимся и приехал сюда в этот яхт-клуб sky river и посмотрел тебе понравилось хорошее красивое место была идея поехать сюда но немножко не сложилось да не не получилось здесь остаться но по крайней мере очень приятно действительно место приятный яхт-клуб тогда давайте я знаете перейду за туда уже экраны буду задавать вопросы но ты поотвечаешь тогда да вот у нас самолет пролетел олег ты ты мне сегодня утром сказал гает это для это тех внимательных зрителей которые увеличат твое лицо и увидят у тебя под глазом фингал вот ну спортивный фингал спорт есть спорт поэтому это уважение только теперь по поводу лодки расскажи пожалуйста вот эти уже задал вопрос но хочу чтобы ребята услышали выбор этого катера почему он вы целенаправленно выбирали либо случайно где-то зацепили хорошую модельку и взяли вообще история пошла наших катеров с может быть у многих до с резиновой лодки и потихоньку начали расти доросли до вас была кобра 2050 на 6 метровая была хороший аппарат все классно мы взяли новые ходили радовались но потом возникла потребность идти куда-то далеко и нужно было чтобы была нормальная каюта четыре спальных места хороший галюн душ все такие условия может быть они минимальные вот и лодки но для как каждого человека они становятся максимум который он хотел бы и выбор пал на for wings именно 258 почему первую очередь у него длина 790 хорошая длина ширина 255 он полный габарит взяли на прицеп поехали и самый большой плюс что это единственная кажется лодка в своем классе из которых я посмотрел и много смотрел и ригал и байлайнеры смотрел и чапарала смотрел и сиарей смотрел и больше у нас стоит уже 275 серый у них везде в галюне голову пригинаешь здесь огромный плюс полный рост можно спокойно принять душ спокойно сделать свои личные дела и также спокойно разместиться в каюте и в каюте под кокпитом где место для двух человек совершенно спокойно хватает в каком составе вы путешествуете то есть это мама папа кто кто это сколько путешествие ну и чаще всего раньше точнее было так что мы ходили там мама я с я с папой ходил брата брали да ну сейчас меня дети повзрослели вот жена двое детей одному 8 другому 10 лет вот совершенно спокойно мы детей размещаем в каюте посмотрите там телевизор и тогда им там проще а с супругой под кокпитом двухспальная кровать шикарно да может быть там где-то скажешь не хватает кондиционера и в этой лодке этого нету но у меня стоит вебаста с помощью того у нее есть вентиляция помимо обогрева вечером включил вентиляцию на проду и совершенно нормальный легкий брызг от брить который будет задавать и в каюту тоже вот отлично пойдем посмотрим вот что мне сразу приглянулась это что да сейчас ты мне показывал это вот этот покажи пожалуйста вот этот рундук сзади я конечно завидую таким лодкам есть куда убрать сразу и кранцы и какой-то шмурдяк вот видите и швартовы убираются сюда влезает очень хорошо якорь дополнительно стоит лежит для того чтобы растяжку кормовой ага три кранца скажи пожалуйста вот этот ну искусственный тик вы клали или уже положили в этом сезоне у нас на этот был тик очень понравилось плане того что здесь были ковры а сама платформа была без тика но она была скользкая тик раньше лежал удобно положил его можно быть всем чем угодно если что пролив спокойно сполоснул никаких проблем нет то же самое сделали в кокпите для того чтобы ну удобно искупались вышли сели посидели нигде ничего не мог и все высыхает и достаточно комфортно так вот вот здесь вот я увидел это что такое то вода это заливка или что нет можно подключить воду стационарно вот мы стоим в арене где есть вода подключаем у нас сюда будет вода а то есть она сквозняком что прям проходит она проходит там стоит специальный редуктор такой клапана он даже если давление грубое 30 атмосфер здесь дает с половиной там или 8 своими вот и по всей лодке у нас идет вода независимости от бака о красота какая такое решение интересное что умерика вот уже здесь было было дальше здесь насколько богаты бак воды 80 литров и плюс 24 горячих понятно горячая движка так как обычно она и 220 греет и а двигатель так это это души до кормовую душ горячий холодная вода это помоги чуть-чуть заедает до более плотно так а вот это что такое за чудо кнопки и лишать такую кнопки топать подсветка заработанная вот эта подсветка была штатная она светится голубеньким а везде рядом с ней просто поставил беленькую подсветку когда почему оставил голубую голубой цвет когда идем по воде ночью вечером белый путь очень ярко и видно все и капитану легко управлять белый свет сделан для того чтобы когда стоим уже включили также сделался наверху белый кармати отлично видно и на корме ты уже сделал отличное решение вообще везде отличное решение вот крышу поэтому задней части ты перешивал ее крыша полностью весь стенд но вы тоже сделали в году причем цвет ткани пал раньше был такой цвет ну на библи очень приятный хороший плюс совпадает с тиком с самим основным салоном так здесь холодный горячая снег челка холодной вода на помыть фрукты овощи такого плана дальше это холодильник это у нас штатный термобокс честно говоря я малый пользуюсь у меня есть машинный холодильник на 12 вольт ребята подарили китайской фирмы ну классно держит я сюда его когда далеко идем сюда ставлю 12 вольт подключаю и шикарно работает вот этот мусорное ведро но она используется там аху от сака и москитола и так далее от комаров здорово здорово сущено for wins до прям очень продуманные лодки я вот смотрю валерка я думаю ты не будешь на меня сильно обижаться но вот разница с боем примерно тоже размером я обязательно сниму все-таки обзор на бай 245 но очень чувствуется но по крайней мере мне вот я сейчас смотрю сиденье смотрю поднимается все поднимаются здесь есть и рундуки ну тут ему хочу доработал сами рундуки там был пластиковые колбы я и вытащил чуть не облагородили снаружи внутри сделал из влагостойкой фанеры здесь и здесь тоже самым полностью сухой рундук вся эта история началась с того что начал ставить музыку поставил сабвуфер отдать должен до выбирал долго и поставил имиджель аудио меня очень устраивает дорого но висит на качественный звук так приборку сейчас снимем куда штатный маринс доработал сделал нем карту слава богу получилось мало вот эти очень ступеньки приятно тоже сделаны обводят не стал ставить здесь потому что это пол здесь поставить что-то положить ощущение чтобы не на полу это стекло как дверь закрывается покажу пожалуйста то есть движной верхняя здесь закрывается и закрывается плюс очень большой есть того что москитная москитная сеточка ох шикарно да это не надо закрываться и спокойно у вас там силы возраста какие-то моменты но это слушать это нормально в принципе нормально лодка девятого года до 2009 отлично историю ты лодки она покупала здесь москве в престиж яхт там даже шильдик вам остался уехал самару самаре был у нее два хозяина принципе они практически не ходили вот состояние как бита по состоянии самой лодки и пробегу не было 275 метров часов когда я забрал но это вообще для движка обкатка покупки этой лодки я много что много съездил посмотрел просто человеку позвонил на по видео то что уже устал летать везде то саратов слетал то в воронеж съездил вот она была в самаре позвонил по видео мне записал видео обзор мы с ней поговорили по фестайм и ягу окей ягу давай тормози с лодкой надо предоплату я тебе сброшу я вылетаю месяц машина заказа если все подтверждается ну в принципе по видео сложно что-то не подтвердить приехали посмотрели удалили про по рукам и забрали ее она из самара у нас приехала на трейлере на своем прицепе и трейлер трейлер хорошо у нас получилось там часов 8 10 она ехала ну тоже немного пойдем посмотрим внутрь пожалуйста давай ты тогда идешь и рассказываешь а я иду и не смотрю остановимся значит здесь у нас приборная панель это у нас приборная панель на 220 вот тоже мной немного доработанная объясню сейчас чем подключение 220 до здесь зарядка холодильник сколько для кого яторов сразу зарядка сколько аккумулятор два аккумулятора один сервисный другой стартовый до 120 ампер часов для каски вот хватает их принципе надолго но была история в прошлом году там неправильным подключением поэтому один аккумулятор 50 на 50 работает в этом году сезон не хватает поэтому я его не трогаю вот дальше ну понятно панель подсветка горячая вода подогрев микроволновка но кондиционер не только питаться как он здесь был здесь просто остается пустой я его не стал затрагивать дополнительный поставят флажок если мы отключим береговое питание шор power 220 я его поворачиваю меня срабатывает инвертор которая поставила дополнительно и выдает на суде 220 я могу спокойно воспользоваться микроволновкой или там скопить чайник что вполне как бы хватает а и на это сколько у тебя этот мощности инвертор у меня 3 киловатта но он умный инвертор единственного минус инвертора что точнее минус его минус кофемашины которыми стоит он выдает определенное количество энергии то есть ну требуется 100 ватт он требуется 500 значит 500 эспрессо-кофе машин не улавливать поэтому у него нет инвертора но и также у меня подключен генератор в этой лодке его не был я его соорудил поставил потом откроем залезем посмотрим дальше здесь у нас идет 12 вольт это штатные кнопки включает помпу водную освещение как пита и в кабине свет наверху оставь его пока не выключается блин по нижней подсветка не войдет это все его родное был а то есть одновременно включить верх-низ нельзя далеко-либо нет нет вверх-вверх-вверх низ ага а либо низ все увидел к оставим да красиво дополнительно доработал где включается у меня верхний свет ты подожди не выключай также отдельно включается нижняя а это вот лампочки и потом уже на самой кормовой паспорт купать купатель на повезу вон туда потом краса красота микроволновка плита все что было вот лодки понятное дело там чайник кофе-машину добавили холодильник а вот кофе-машин дайк сейчас я залезу все-таки да очень хорошо комфортно туда убрана я все думаю мы же ночью разговаривать ставить или нет кофе-машина на штуку тоже мы обычно варим но тут да наверное все таки надо причем меня есть кофе-машина просто привести поставить микроволновка ты ставила ли уже штатная штатная родная микроволновка пока даже никто не пользовался особо не пользуясь но бывает удобно разогреть это штатный тоже холодильник холодильник большой до метки до 50 до литров он у тебя 60 я поменял здесь был другой плохо работал в прошлом году получилось я купил сразу видно на набор походника чё это правильно положено отлично вот у входа не классно морозилка у него морозилка большая хочу сказать морозилка большая и очень большой плюс если морозилка друг не нужна она спокойно вытаскивается выбирает и становится полноценной полностью отлично очень хорошее решение отлично даже у меня 85 литров холодильник морозилочка вот такая треть наверное твоей слушайте но материалы конечно отделки и потолок я смотрю и все и вот это вот то о чем у меня жена мечтает чтобы белый был то что у меня все такое темное сделано дерево вот здесь конечно вы раскладываете дети здесь у тебя раскладываться подушки эти слева справа снимаются получается такая большая кровать но есть остаюсь там отдыхать тогда ну больше снизу телевизор в принципе стоял так и вот еще одно как я все нет там говорят это а еще одно спальное место как собачника ну и у тебя еще там и вентиляционное окошко есть тоже с москитной сеткой в принципе даже у меня выбор выходит у тебя да с правой стороны там сейчас не видно ребята есть еще какие-то ящички там ящик полностью для белья отличный его здесь тоже бельевой ну здесь честно говоря хранится у меня сушья в какой он огромный то туда прям не за метр наверно большой но просто я не знаю как должно где должны храниться иначе понятно впереди сделать спальное место и плюс еще сзади же тоже делать спальное место есть можно спать в кокпите совершенно спокойно то есть ставится вниз ставится большая подушка и там получается и как для загара и совершенно спокойно одному человеку можно спокойно отдыхать по выбасте сколько она у тебя на 4 на 2 киловатта значит и баста у меня стоит именно выбаста фирма air top 40 вот я и сделал немного кто предлагал сделать в итоге сделал сам сам просто хорошо делаешь сам молодец у касты кого значит я сделал и 5 выходов у меня получается два в кокпите один для задних пассажиров другого и капитана здесь у меня третий в гальюне у меня четвертый выход я сделал 1 гальюн посмотрим а вина ли у нее и и 5 у туда вальники дальники о как раз теперь по поводу гальюна до 5 я зайду метр восемьдесят один час но был третий у меня тут расстояние это еще 57 сантиметров то есть под метр девяносто на народ может спокойно встать расскажи мне пожалуйста гальюн это у тебя про качной либо у тебя куда-то септик собирается вот эти вот замечательные ватар ватар и всякие это чего кстати вот это понятно вот это что это у нас туалет а ну то есть все таки нужно есть он даст электрический туалет но он есть где стопочки я забыл про называется есть ножной на качестве нажали здесь на педаль он все ушло и собрался бак из бак также выкачиваем опустошаем бак и уже электричеством у тебя кнопочка и откачивается бак или она или бы с берега либо вот и бак с пресной водой смены вата тоже ну плюс-минус датчики нас чуть так понятно основное функцию он выполняет и игорь о том что вы действительно и запас ну да здесь это отгораживают занавесочкой на дверь не вилущий когда я ставил вебаста я же разбирал полную сам всю водку и здесь прямо полноценная капсулу что дать должное тоже не во всех водках видел есть капсулу но потолок остается почему-то тряпочный или тряпочный риск кожи нет такой вот полноценности это я так понимаю пантограф давайте так выведен да это штатный да понятно просто сейчас увидел отлично так что пойдем откроешь капот где двигатель и посмотрим как у тебя там остальное да это штат на его систему то есть нажали держим вынимается красота вообще просто любую себя когда не надо это качаться и каждый раз поднимать руками нажал кнопку большой подарок от фор виксов о какой красота красота и чистота тоже в моторном отсеке volvo penta сухо и красиво двигатель трансовые плиты его награде двигатель 5 и 7 volvo penta 300 лошадиных это и бензиновый инжектор бензин дальше что он здесь не штатного идет смотрите просто ради интереса я сейчас смотрю уже на volvo penta вот у меня четыре ремня стоит у тебя здесь один идет прям вот он один на все красота дальше что ну там трансовые плиты нас стоят они штатные были гидравлические вот она даби нет марин никаких проблем нету хорошо работают отрабатывают есть себе автоматической системы ну просто он датчиков полюнах нет а следующий год думаю дачки отдадут дойдут и поставлю в басты я сразу да вижу что я здесь я сделал здесь переделал вентиляцию моторном отсеке то есть у меня доступ воздуха остался справа штатный он без вентилятора слева переставил наверх увижу затяжки выявить вытяжку сделал почему так потому что но правый борт я сделал чисто химтехническим да здесь стоит септик вакуум его сам бак септика находится внизу уходит вот слюной экран дальше здесь была ниша здесь изначально в штате всегда стоял генератор но учитывая что генераторы морские в нашей стране стоит очень дорого смысла нет я нашел генератор то фирма ланчин делает китай хороший качественный мощный какой-то на 3 киловатта на единственного минус что он запускается дергать но автозапускного ручной старт надо поднять завести и опустить но это не не так часто и не такой геморрой все таки да там обычно утра проснулся завел подогретом воспользоваться плитой у тебя вывод за борт ты сделал дамать что я сделал для того что у него сверли стоит своем подвесе в этом кожухе до впереди воздух сам засасывает и сзади выдает его очень большой плюс был что я сделал я сделал ему теплообменник из нержавейки сварил то есть выхлоп из него выходит теплообменник и в этот теплообменник за поступает заборная вода ах ты сделал данную систему даже надо чтобы хлопные газы охлаждались я получается заборная вода вся флошная стоит засасывает охлаждает выхлоп и у меня течет теплая вода и охлажденный выхлоп который никак не мешает ну и плюс сюда включается вентилятор что хорошо что это помпы работают именно от генератора сама сам завел его и он автоматически сразу а я-то думаю да куда-то 12 и он сразу выдает все идеально очень круто вот это круто да ребят надо я даже думаю себе такой надо перенять чтобы не холло не горячий выхлоп за борта прям вот такая вот система тем более не думаешь она космических денег стоит за это дал ребята сделали 20 тысяч рублей сварили теплообменник из нержавейки сделать но не смело чуть-чуть доработать весь надо по-другому перенести более прямой выпуском и сделал сезон закончится будем дорабатывать дальше и также в этом же углу с левой стороны стоит вебаста и бастами фирмы вебаста артуб там меня стоит шибер то есть этот переходник до который закрывает полностью правый борт куда у меня уходит в нижнюю каюту ну если там не бы небольшой там процентов 10 приоткрывая его остальное все у меня уходит по правому борту здесь выход капитана и везде в каюту пошел каюту и долю так по левому борту бак бензобак красный это на что это у нас на дебаста я не стала учатся штатного хотя она тоже бензиновая подумал что уж техники мешать работать поставить отдельный бак и пусть на оттуда его потихонечку пьет бак с горячей водой дорабатывал темп был сгоревший американский много трудов стоило пришлось вытаскивать переваривать переделывать мы сделали все работает все хорошо да молодцы это вот хорошо когда капитана и еще и с руками так и два аккумулятора правой стороны у меня зарядка стоит тоже зарядку покупал я не помню но он такая умная надо понятно виду много кто рекламируем помпа а вот это что такое стука у тебя помпа воды а вот эти два датчика автоматик дать что это пункт воды поставил значит первая которая была в этом месте я поставил под двигатель перенес его потому что там получается более низкая часть вот эту я поставил но просто не доработал не вывел еще запасная папа что по всякий случай была а это два автоматических датчика один срабатывает что вода идет помпу а другой если срабатывает уйдет сигнал а понятно начинает зумер работать что уже у тебя дофига воды много воды помпа не справляется и давай что-то делать стоит огнетушитель да здесь да это его штат что слушай лучше так же это штатная автоматика мать включение массы до идет автомат а вот этот автомат нашла и на нас лебедка это основной вся масса полностью связана ухожу сколько могу полностью выключить выключить все полностью это я отдельно поставил на музыку вот есть автомат на стерео был вот я его подключил для выбасток у него был свой автомат на всякий случай шаг и напрямую двигатель как аккумулятор как обычно везде а через предохранитель все равно ну что пойдем на воду да пойдем проху пройдемся на по воде вот так вот приезжаешь к ребятам на лодку и даже по матросить не дают это со сами все сделаем стой не отсвечивай вот я тут чтобы не мешаться в уголочек стал смотрю не помочь вот швартоваться не даже береговое питание не доверили отключить все выходим завелся бодро не успел я но работает да прям шуршит движочек и вот то что говорил по поводу сидения можно ведь сидеть подняв подушку тогда высоко если надо спрятаться за стеклышком то опускаешь в такое положение сидишь уже на диванчике удобно руль но регулируемый до для того чтобы только в марине очень удобно под любом уклоном поставила сиденье и руль и спокойно можно передвигаться достаточно комфортно у тебя здесь подрульки нету нет без подрульки с одним любителем принципе без подрульки более-менее проблематичные наоборот двумя движками проще во много не ходил не могу сказать вот с двумя движками проще ты два движка она у тебя на месте разворачиваться может прям вообще особенно эти умные системы которые сейчас есть с джойстиком когда ты рулишь она у тебя и боком ходит и и как хочешь ходит если поставить там навигатор в телефоне он где-то будет 12-13 писать ну тогда он хорошо идет так прокачеком давай пас сейчас волну пройдем прогрессируем интересно посмотреть как она выходит на глиссер и с одни с 1 3 соткой поехали поехали не знаю будет ли видно ветер дует и слышно три с половиной три тысячи оборотов мы идем 50 км олег а скажи этот минимальная скорость глиссирования тоже интересно какая это вот 45-44-45-46 но вот он начинает такой же вот свалил не было уже там вроде нет но задирает сваливается поэтому певально 46 вообще это старая держать 46 50 в этом диапазоне и расход еще раз какой у вас получается тогда вот в глиссирующем режиме в таком походном скорость это получается около 49 до 48 49 километров 8 51 в этом диапазоне скорость обороты где-то получается 3 400 полноценный глиссирующий режим судя по замерам он после раз мы делали 21 22 литра за час плюс я думаю что нагрузку здесь мало будет влиять пару человек пусть будет а ну 25 лет я думаю что не больше не должно быть ну вот это кстати тоже к разговору который мы всегда ведем это если вы идете в поход не на одним катером а несколько чтобы надо чтобы как-то подбирать чтобы средняя скорость ваша совпадала на полном если ходить ходу при встрече даже ветер здесь не влияет на секунду зачеклить его видимо обвода лучше становится на полной скорости подняли ногу оборот где-то 4 400 4 500 он идет 70 71 максимально самолет вообще ну честно я страшно и нужна такая скорость некомфортно в этой скорости ну все-таки это отдых на воде не соревнования поэтому да я согласен и теперь к вопросу о догонной волне смотрите мы крутили вертели останавливались газовали 5 капелек на кринолине все то есть принципе догонная волна кринолин не заливает ну и ширина кринолина на штатная ну достаточно такой чтобы спокойно ходить и не бояться что ты свалишься за борт но такой у нас сегодня обзор катера for wins олег спасибо огромное спасибо вот ребят есть какие-то вопросы по катеру остались вы задавайте пишите я думаю олег это видео тоже посмотрит ну если надо будет ответить если что-то прям будет сверхъестественное нужно мы всегда доснимем все всем спасибо за просмотр хорошего дня